Лох это судьба Здравствуйте, дети, я говорю Здравствуйте, дети Представить историю MTV России без Василия Стрельникова и выкендного каприза практически нереально Мало того, ему удалось добиться почти невозможного Гордо носить звание лоха и человека-легенда одновременно И как это часто бывает, и телеведущим, и лохом, и легендой Василий стал абсолютно случайно Меня приглашили на MTV работать голосом Голосом канала Этот голос канала, мне кажется, уже преследовал всех Например, у меня были озвучены уже этим голосом сны И потом кто-то предложил вот сесть перед камерой Я подошла и сказала, Вася, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь был в эфире? Меня посадили перед камерой и сказали, вот там вот очень много людей тебя смотрят и слушают Так, собственно, Вася Стрельников оказался у нас в эфире Тяжело, тяжело, но ничего, мы справимся, я думаю Как всегда, отличная, оптимистичная передача для вас, дорогие друзья Мне удалось эту программу превратить вот в какой-то интерактив Для меня вот это сочетание звонки, письма, имейл и музыка Это вот, я могу этим заниматься круглые сутки Алло, здрасте! Алло! Здрасте! Алло! 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 Очень сложно вспомнить первые впечатления о Васе, потому что, когда мы все собрались работать на этом прекрасном канале, было очень много народа Василий Стрельников! Я помню, мы однажды стояли в курилке, и кто-то из наших барышень очень секси, тогда была целая плеяда барышень, говорил «Господи, Вася, Вася, он такой, он такой прекрасный!» Я думаю, а кого они говорят, кто же этот человек? Вася, 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 посидим втроем! Причем, что самое удивительное, адмиральные девушки совершенно разного возраста Начиная от 12-летних подростков, когда приходили девочки, это правда было страшно, вырезая там лезвиями вот здесь Василий, там, Стрельников, с порезанными венами, там, с вырезанными на плече, там, его именем Привет, Васек, ты прикольный чувак, вот так выглядит письмо Вася, это правда, что у тебя была длительная интимная связь со Светланой Сорокиной? Да, Светлана Сорокина Мы шутим в прямом эфире, и все это давало такую свежесть, что ли Фраза дня, народная примета, если на экране Вася Стрельников, то это значит, что в Кащенко день открытых дверей Мы иногда сами не знали, что у нас будет передача Порадовало появление нового клипа Робби Уильямза, She is the one Поставь его, пожалуйста, с пламенным приветом, Сайдж Сайдж Я сейчас приду Сначала появился Сева Это такая была у нас страшненькая кукла, которую нам прислали телезрители Севочка, не беспокойся, обязательно кто-нибудь отзовется и пришлет тебе новое тело У нас был мега-супер-профессиональный оператор Саша Кам, как его называли в эфире Вообще-то Саша Павлов, наш до сих пор работающий оператор-постановщик на канале Саша Кам сидит вот так вот сейчас, сидит просто скрылся вот так вот, смотрит в камеру Уронит камеру И просто не хочет поднимать голову Он был одной рукой камерой, а другой рукой он был, в общем, Севой А как ты готовишься к завтрашнему мега-матчу? Ну-ка покажи нам Готовится он завтра-завтра, celebrity death match Сева против телепузиков У нас был режиссер, например, Глаз Андрей Глазков, которого потом переименовали в Людка Глаз, привет! Глаз! Глаз истерик В какой-то момент просто Вася начал со мной общаться И, соответственно, я начала ему отвечать Что ты сказала? Что ты сказала? А у тебя так не получилось Это начало веселить нас обоих, начало веселить там все аппаратно Понял, что, наверное, в этом что-то есть Нравится мне в вашей программе не только Васенька Меня прикалывает и периодически возникающий потусторонний женский голос за камерой Наташенька, это о вас речь И таинственный оператор Саша Кан Саша Кан, доброе утро! Однажды я прихожу на эфир тихого часа И смотрю, что у нас в павильоне в студии вместо обычного дивана стоит палатка Огромная палатка И она уже подсвечена, как-то там все микрофоны расставлены И Саша Павлов говорит, он такой еще очень скромный Сегодня тихий час будет из леса Поэтому каждая программа, она по-разному начиналась и по-разному проводилась Вот только первое слово, что-то такое лох И читаем дальше, читаем дальше Хочу Крахина Почта Такого количества мы не получили никогда Нам присылали какие-то поделки, письма В общем, народ не ленился Некоторые письма приходили в себе Очень грустно на это смотреть, конечно, да? А ведь помните, вся передача на нем держалась, между прочим? Вся держалась на нем передачи И как только Севе стало плохо, стали приходить письма Где Сева? Стали предполагать, как Сева выглядит Мы были взрослыми людьми Я, Капустина, наш режиссер, операторы наши, звуковики То есть это была вот такая команда взрослых людей Которые собирались несколько раз в неделю в аппаратных студиях И просто очень хорошо проводили время Он ожил! Он ожил! Мы просто собирались И вот у нас был такой вот небольшой праздник Который мы устраивали сами себе И, наверное, зрителям это нравилось Хочется в это верить Знаете, меня, конечно, простите Но более разрушительные передачи Я что-то не пропоминаю За последние два с половиной года, кажется, видение Вася, как ведущий, вот он крайне искренний Наташа! Дальше здесь написано Лечись! Ну и потом, конечно, у него, мне кажется, шикарная улыбка Он может просто улыбаться тупо, там, пять минут в эфире И этого будет достаточно, чтобы все пять минут, там, вся страна с замиранием смотрела Какой же он прекрасный вообще и талантливый Ой, что сегодня творится в передаче? Боже ты мой, а? Соки-то идут? Идут соки? Соки-то идут? А? И мы сейчас вас покинем на пару минут Реклама, нужно оплачивать счета Культурный шок Василия Стрельникова И как плохо не уметь писать по-русски Смотрите далее А сейчас реклама на МТВ Не так уж все просто, как это было вчера, между прочим А мы продолжаем тем временем нашу передачу Лох Василий Стрельников родился и провел нежное отрочество в США Его отец, Борис Стрельников, был известным журналистом-международником Василий впервые попал в Советский Союз в конце 70-х И это оказалось для него настоящим культурным шоком Состояние действительно было сперва так примерно паническое Свободное от учебы время я проводил на улице Или на улицах я просто ходил, так все это рассматривал И не понимал, куда я попал Отсутствие здравого смысла То есть заходишь в магазин и не понимаешь Если тебе нужно купить вот этот кусок сыра Почему нужно сперва вот эту очередь отстоять в кассу Потом с этим каким-то чеком нужно идти в эту очередь И здесь уже за этим куском сыра отстоять То есть для меня вот все было непонятно Мне были непонятные люди, которые никогда не улыбались Которые постоянно ходили по улицам и делали так Почему именно блины, Андрей? Их можно аккуратно есть Василий, а почему именно гамбургеры? Потому что их тоже можно аккуратно есть Советского американца Василия особенно удивляло отсутствие улыбки на лицах строителей коммунизма Это и сейчас тоже встречается Этого стало меньше намного Но даже встречается Вот едешь, когда по улице Останавливаешься красный свет И вот здесь вроде бы слева от тебя какой-нибудь человек на Лексусе Здесь там справа от тебя остановился какой-нибудь человек на Феррари, на Бугате Я не знаю на чем И вроде бы у них как бы жизнь удалась По местным меркам Вот они все равно сидят вот такие вот А ты им сидишь, у меня это любимая игра была Сидишь и им улыбаешься То есть это их так бесит Улыбайтесь, это всех раздражает По советским меркам Василий принадлежал к золотой молодежи Его и отдали в самую что ни на есть элитную школу В которой иностранец Василий совсем не прижился И вот знаете, сейчас такой очень один популярный веб-сайт, где все сидят в нем И недавно мне пришло сообщение якобы от одной моей бывшей одноклассницы по 22-й школе Которой тоже уже, наверное, 40, сколько, 45-46 лет, как мне И вот у нее до сих пор осталось какое-то ко мне вот такое вот отношение Говорит, что ж ты, как ты смог такое написать, значит, в интервью Что наш класс тебя так плохо принял Как тебе не стыдно, ты каким был, таким и остался То есть до сих пор эта девушка, значит, вот чего-то какой-то зуб имеет против меня На меня, или как правильно сказать, не знаю Дядя Вася сердится А тут мне очень нравится рисунок, кстати Вот, смотри, дядя Вася сердится Похоже? Там видно вообще что-нибудь, нет? Вот, видно, вот Как ни странно, но высшим образованием Василий Борисович не обременен Это потому что писать по-русски не умел Я вообще долго не мог понять, чем заниматься здесь, в Советском Союзе, когда я приехал сюда Потому что для меня вообще все это было настолько дико И увлекся фотографией Просто начал фотографировать Снимал по пленке по две в день Эксклюзивные кадры из Титаника 2 От маразма до оргазма Кто-то мне сказал, а что бы тебе не поступить на операторский? Вовгик Ну окей Почему бы и нет? Я как-то абсолютно мне было все равно Прошел творческий конкурс А на собеседование меня просто срубили Потому что я шел без поддержки, скажем так, извне Мне сказали, что я слишком много, якобы, слишком много знаю И мне там делать нечего Чего вспоминать? Пошел я, а то кто-нибудь другой, все вкусно и крепко и без меня это Не было ощущения, что он иностранец Было ощущение, что он ужасный зануда Я ненавижу его Я ненавижу этого Стрельникова Когда там проходит время Ты понимаешь, что, наверное, это особенность Иностранного воспитания Потому что Вася, например, был единственным человеком Наверное, на всем канале Который никогда не опаздывал Я ненавижу Старый ублюдок, как он надоел уже, господи Ты как можно говорить такие слова? У нас же приводит Если у него была назначена съемка в 3 часа дня Значит, ровно в 3 часа дня Он был уже в гриме С разложенными там карточками, бумагами Письмами там от зрителей И так далее, и так далее, и так далее Для меня это было шоком А это Вася до эфира, когда все опаздывают по работам Да? Все правильно, все правильно И уже потом выясняю Откуда вообще, чувак? Почему ты такой нудный? Выяснилось, что, в принципе, он вырос в другой стране Где это считается нормальным Я на него настучу! Я на него напишу докладную! Я убью его Всеобщее наше разгильдяйство Конечно, ужасно его бесило И выводило из себя Ну вот, пожалуйста, небольшой фотомонтаж Вот это вот Что такое? Вот здесь, видите, титр Вот, пожалуйста Учись у меня, Вася И подпись Да, вот он, вот он, вот он Вот здесь, да? Потом произошло чудо Потому что материализовалась моя мечта Еще с детства работать на радио Когда жил в Америке Я всегда любил радио Всегда любил телевидение И мечтал, что буду когда-нибудь работать диск-жокеем Ну и так получилось, что где-то в конце 79-го, в начале 80-х На и навещание Открыли всемирную службу московского радио на английском языке А-1, А-2, А-1, А-2, А-1, А-2, А-3 Советский ответ Би-Би-Си и Всемирной службы Даже название было похоже У англичан это называлось Би-Би-Си World Service Здесь это называлось Радио Москва World Service Им нужны были дикторы Для этого круглосуточного вещания Носители языка Спасибо, Казе Привет из Москвы Василий здесь в Москве Для нас большая честь Участвовать в этом глобальном форуме Ну и я на и навещании задержался лет на 12 Вот так вот То есть я сперва просто читал действительно комментарии Какие-то новости А потом предложил Давайте-ка я вам буду делать еще музыкальную программу То, что я всегда хотел с детства Вести музыкальную программу Ну, доверили, попробовали И вплоть до последних дней на и навещании До января 92-го года я вел музыкальную программу Вы можете приобрести последний диск Василия Стрельникова Василий играет Польку Оставайтесь с нами И большое спасибо Пашеру, Онлайну, Ру И также узнаем, что происходит с Севой Сейчас реклама Расслабьтесь Как заказать стриптизершу в прямой эфир Смотрите далее В начале бурных 90-х Стрельников создавал и руководил Radio 7 Moscow Потом пришли братки И тут, как нельзя, вовремя И, как говорится, по формату Возникла MTV Россия Это было такое искреннее, такое откровенное, несинтетическое телевидение Потому что были прямые эфиры И были такие люди, которые Ну, там, взять того же самого Антона Камолова, Олю Шелест Наши кумиры Вы их знаете, вы их любите Эти люди, они не способны на фальшу, мне кажется Они вот какие в жизни, они такие перед камерами были А народ это чувствовал Народ это чувствовал И плюс появилась музыка Мы вам даем шанс посмотреть и насладиться тем тупизмом, экстремализмом Или простым идиотизмом Насладиться Тогда MTV это все было Все смотрели MTV тогда Привет, MTV Russia! Красноярск на проводе Как глоток свежего воздуха нужна настоящая мужская песня А именно Wallflowers One Headlight Сейчас выполним Сейчас уже выполняем Прямо сейчас смотрите на MTV У нас не было такой установки Чтобы ведущий был таким Мачо Никогда не пейте во время эфира, дети Я профессионал, я пью до эфира Василий Стрельников это такой, это лох Знаете, это такой старый лузер А ты хочешь лоха сразу, прям так вот, да? Ну, мы просто, я не знаю, прям добивались долгого Эй, Джай, оставь свои координаты с Максом И мы тебе его вышлем И вот мы на этом как бы делали, в общем-то, программу строили У меня что-то там, по-викендному очень что-то заскрипело Там внизу, в нижней части моей анатомии А именно на том самом кресле, в котором я свернул Если можно назвать кресло, доброе утро О чем я не говорю, не знаю Вот Александра Анатольевича возьмите, да? Всем привет! Ньюсблок, Александр Анатольевич Вот, вот они играли Они играли вот в такого мачо Саша, я себя очень люблю Но у них, у них совершенно другая задача стояла Насколько мне известно Вот в их офисе, в их отделе, да? Там у них, там Саша, когда приходил на съемочную площадку Там всегда редактора или там администраторы Ему всегда говорили Саша, ты прекрасно выглядишь сегодня Саша, отличные джинсы у тебя Где ты купил такие там? Саша, ты сегодня, тебя прекрасно сегодня, тебя покрасили У них вот такая была установка И поэтому Саша себя чувствовал Ньюсблок Понимаете? А мы наоборот Приходили У меня, например, от Мороза Эти самые губы Воспалялись, да? И Капустина могла мне орать в прямом эфире Стрельников накрасил губы Стрельник? Тихий час, Таймси, Василий Стрельников, здравствуйте Как вы поживаете? Да, действительно, у меня сегодня накрашены губы А вы зато фрики У вас периодически были проблемы с юристами Детям дали бы посмотреть прекрасную, хорошую передачу Которую мы называем «Викендный каприз» И пока нас еще терпит «Доброе утро» Юристы нас тоже пока еще терпят, но не всегда Вот если сейчас юрист Иванов, типа, смотрит эту программу, то нам Ты окружен Ты окружен Сопротивление На кого работаешь? На кого? Кто тебя прислал? С какого канала пришел? С какого канала пришел? Говори! Мы где-то как-то, зрители, впускали в нашу вот эту вот кухню все Такими маленькими-маленькими вставочками Посмотрят, что происходит Можно быстренько, быстренько Что здесь происходит за кадром? Самое, что интересно, однажды во время прямого эфира Вошел Зосимов Борис Горич К нему только делегация из Японии приехала Если бы кто-нибудь здесь был и не пускал бы никого в студию во время эфира А вы думаете, почему закрывается передача? Потому что нету дисциплины никакой И у меня то ли на столе была кукла Деда Мороза И они вошли в тот самый момент, когда я Деда Мороза бил по голове Вот И эти иностранцы вот так вот Вот, я смотрю в камеру и Вы никогда не поверите, кто сейчас вошел в студию Биг Босс Борис, сказал я Вот И он не один, он с какой-то делегацией И смотрю вон туда вот за кадр Вот А переводчица, значит, тоже растеряна Она в шоке Потому что ведущий, значит, бьет Деда Мороза по голове И переводчица говорит этой делегации Это шутка Это в России такая традиция перед Новым Годом Деда Мороза, значит Мне кажется, что передача сознательно убил Вася, там, не знаю, я, кто угодно Потому что мы были прям вот реально на пике По всему каналу висели бумажки Там, поздравляем, самый высокий рейтинг месяца Там, самый высокий рейтинг года Там, там, даже по тем временам какие-то платили огромные деньги Как нам тогда казалось А больше таких передач, как твои? Ой, у меня хорошие новости для тебя есть Нас скоро закроют Осталось три передачи, включая сегодняшнюю В какой-то момент стало понятно, что, в общем, дальше двигаться, наверное, можно Но поменялось руководство на канале Поменялась концепция канала И появилась возможность самовыражаться где-то еще И мы подумали, что чем сейчас как-то начинать спускаться вниз Лучше поставить на этом точку И остаться вот на той самой прекрасной вершине На которую взошел Вася И вот на этом и зафиналь Викенный каприз на MTV Доброе утро В последний раз немножко грустно, но что поделаешь Три года мы с вами мучились И, может быть, даже кого-то иногда заставляли улыбаться Заключительный эфир Стрельникова на MTV Совпал с его днем рождения Со всеми вытекающими последствиями Я начинаю объявлять конкурс В этот момент открывается дверь И в студию заходит стриптизерша О том, что у него день рождения В этот день Все как-то вспомнили довольно поздно Эфир у нас был ближе к полуночи И тогда там в какие-то последние минуты Вдруг осенила прекрасная мысль Барышня, ведь они же тоже круглосуточные Попросили у руководства из бюджета, по-моему, 100 долларов А может 50 долларов Поехали куда-то на Ленинградку Ты у нас будешь выступать совсем в другой роли Ты будешь делать вид, что ты элитный стриптизерш А у меня получится У тебя получится Только одна задача Не поворачиваться лицом в камеру Ну и, естественно, как будто прослушав все наши мысли Вася понимал, что это будет грандиозный скандал Если вдруг мы покажем ножонку Ну, естественно, я ее схватил И пытался ее, значит, развернуть Произнося какие-то фразы Типа Со страной нужно делиться Такой красотой Мы прям смеялись от души Было очень весело Мне кажется, достойно ушли Этот мега-ведущий Василий Стрельников Может быть, даже вернется скоро к вам Знаешь, он меня научил двум очень важным вещам, как мне кажется Первое Ты всегда знаешь, что завтра наступит следующий день И что бы у тебя ни происходило сегодня Как только наступает там ночь Ты ложишься спать Все, этот день закончился И завтра уже будет другой день Все, что происходило сегодня, уже не имеет никакого значения По сей день, там, где-то я появляюсь Иду по улице Кто-то меня узнает, кричит Василий, лох, это судьба, да Гаишники ночью останавливают, когда Четвертый У меня тут этот Камолов Нет, Стрельников Подойди-ка сюда МТВ, помнишь? Лох, это судьба, да? Ну, проезжайте, проезжайте Я не знаю, успешный я человек или неуспешный Я скажу так, что Меня моя жизнь вполне устраивает Я как бы доволен своей жизнью И... И все, и точка На этой очень хорошей, доброй ноте Мы с вами прощаемся до вторника Берегите себя, улыбайтесь Это всех раздражает And... До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин